О суровых нравах некоторых жителей Кубинки бытуют легенды. Но Александр Лобачев и Александр Агарков сами родились и выросли в этом поселке. И удивительно спокойно относятся к тому, что рисковать жизнью им приходится каждый день. Каждый день есть ситуация непредвиденная. Может быть, как угодно повернуться. Любой выезд, любое простейшее происшествие, даже простейший семейный скандал может выйти. Как угодно, может обернуться. В родном отделе полиции они работают вместе уже около 10 лет. И за это время стали не просто коллегами, а настоящими друзьями. Мы с Александром давно уже дружим. Ну, как с момента прихода на службу, как познакомились в первый день, так и дружим. С чем только не приходилось сталкиваться за годы службы кубинским полицейским. Вместе они прошли через многое. Но то, что случилось 26 мая прошлого года, им не забыть. В тот день Александр Агарков чуть не лишился жизни. Это был обычный будний день. Полицейские несли патрульно-постовую службу в поселке Кубинка-10. Проезжая по Нарафаминскому шоссе, правоохранители увидели компанию из четырех человек, распивающие алкогольные напитки возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Для пресечения административного нарушения подъехали к данным лицам, вышли из машины, подойдя, представились, разъяснили причину обращения, потребовали прекратить данное действие. Данные граждане отреагировали агрессивно. Было принято решение доставить данных граждан в отдел полиции для составления административного протокола. Одного из граждан делал за руку, начал проводить к служебному транспорту для посадки. Подойдя к машине, получается, в задний отсек, да, открыл дверь, провел наружный осмотр гражданина и потребовал, чтобы он присел в машину. Гражданин начал медлить, тянуть время, не знаю, зачем, для чего. В этот момент я услышал, как мой напарник, Александр, с которым мы были в тот день, закричал громко о том, что его ранили ножом. Александра Агаркова серьезно ранил в правый бок ранее судимый 50-летний местный житель. Помню, как ударили, помню, как звонил в дежурную часть, все до операционного стола помню. Спасая друга, Александр Лобачев был готов пойти на крайние меры. Обнажил огнестрельное оружие, привел его в готовность, потребовал, чтобы данный гражданин выбросил с своих рук нож, поднял руки. Гражданин отреагировал быстро, сел на землю. Однако даже при виде оружия преступник не спешил выполнять требования полицейских. Я этого гражданина пытался привезти к машине, он упирался, говорил мне, не торопись, пускай помрет твой напарник. В общем, он тянул время для того, чтобы мы как можно дольше ехали до больницы. Тогда Александр Лобачев надел на преступника наручники, силой затащил его в машину и вместе с раненым напарником поехал в больницу. Александра Агаркова, к счастью, удалось спасти. Все вроде нормально. Шрам только на память остался. Ранение не сломило дух кубинского полицейского. Службу он не бросил. Александр воспитывает двух сыновей, старшему только пять, но мальчик уже определился с будущей профессией. Говорит, что хочет работать в полиции, в ГАИ преступника. И как вас знает? Нормально. Ну честно? Честно, хочет, пускай идет. Дочка Александра Лобачева тоже хочет работать в полиции. И как знать, может быть, дети наших героев станут не менее достойными защитниками правопорядка. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова», 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 «Одинцова».